Здравствуйте, это Укрлая Судмила Емирия, мы продолжаем наши эфиры, мы страшно рады, что сегодня с нами на связи Игорь Семиволос. Игорь, здравствуйте, спасибо большое за нашли время. Здравствуйте, ребята. Игорь, Ближний Восток, кто лучше, кроме вас, может рассказать о том, что там происходит? Вот из последнего, да, Иран запросил у России современные системы противовоздушной обороны, поскольку готовится к возможной долгосрочной войне с Израилем. Об этом пишет New York Times. Ну, от этого оттолкнусь, и просто, если можно, расскажите, что там происходит? Вообще, считаете ли вы, что будет эта большая война, о которой сейчас все говорят? Потому что похоже, что все туда потихонечку стягивают оружие. Америка говорит, что мы стягиваем оружие, чтобы деэскалировать, а Россия тоже стягивает оружие, заговорили даже об Искандерах. Ну, да, собственно, то, о чем я и прогнозировал, о том, что я писал, последняя статья в «Зеркало недели», что Ирану, прежде чем начать войну, необходимо вооружение. Вооружение, в первую очередь, конечно, противовоздушное средство и, возможно, самолеты, возможно, в меньшей степени, очевидно, ракеты. Но можно предположить, что и ракеты, то есть ничего в хозяйстве не, в хозяйстве все пригодится. И понятно, что взять они могут это только с России в настоящее время. Ну, не исключено, что в будущем, возможно, с Китая. Есть точно так же информация о том, что Пакистан готов предоставить ракеты какие-то Ирану в случае, если начнется война с Израилем. Ну, то есть, в общем, как бы есть места, где эти ракеты есть, и есть страны, которые готовы эти ракеты или другое вооружение поставить. Это непросто, то есть, не за красивые глаза, а, естественно, в обмен на определенные договоренности. И вот в этом плане, если вы помните, мы когда говорили о Пзашкиане, о новом иранском президенте и его позиции в отношении России, и вот угрозы, которые существуют для Ирана, и, соответственно, реакция президента. И на, в том числе, на российско-иранское сотрудничество. И здесь я могу сказать, что как раз прогноз о том, что Пзашкиан будет затягивать эти переговоры и подписание соглашения большого российско-иранского до выборов президента Соединенных Штатов Америки, они, как видите, скорее всего, могут не оправдаться. Именно по причине ожидания большой войны, где Ирану действительно сейчас нужна поддержка, нужны гарантии, нужны соглашения с Россией, которые вполне возможно предусматривают, в том числе, и непосредственное участие России в войне, поддержка территориальной целостности Ирана. И это, конечно, плохая новость для нас, потому что в ответ, очевидно, мы будем иметь те же самые проблемы с Ираном теперь уже на нашем фронте, больше, чем мы имели ранее. Так что удружил Натаньяху всем, как говорится. Ну, давайте немножко о том, почему Натаньяху удружил. Вы сказали очень интересную фразу, что он удружил Натаньяху. Почему? Можно узнать, почему вы считаете, что его тут? Ну, потому что без его приказа вряд ли бы кто-то принял решение убивать Исмейлаханию в Тегеране во время инаугурации. То есть это было так не принято в Израиле, что кто-то принимает решение и не ставит доведомо премьер-министра или как бы не получает зеленый свет для подобных операций. Поэтому расчет был однозначный, это эскалация. Я так понимаю, несколько есть направлений этой эскалации для Израиля выгодных. Расчет на то, что Соединенные Штаты Америки в этих условиях не могут отказаться от вполне своих союзнических обязательств. И мы видим, собственно, что и происходит. С другой стороны, это, конечно, такие козыря в руки Трампа. И более думаю, что, в общем, как бы это согласовано. Это очевидная подстава для президента Байдена. Демократы точно не рассчитывают сейчас в разгар предвыборной кампании начинать новый военный конфликт. А это был один из козырей Байдена, когда он говорил о том, что во время его правления американцы не воюют нигде в мире. Сейчас вот, пожалуйста, как говорится, на пороге выборов. Вот, можно, американцы могут, вынуждены будут, вынуждены тут втянуться в большой конфликт. И, собственно, тот факт, что Натаньяго, по сути, отказался от подписания соглашения за заложника, то есть, объективно говоря, после убийства Хани, сама процедура выглядит достаточно сложной и практически невозможной. То есть, мы знаем, что Хамас официально отложил уже, собственно, эти переговоры. Да, и делегации, которые ездят с израильской стороны в Каир, по неформальным источникам известно, что Натаньяго постоянно ставят им новые и новые условия, которые, по сути, ставят крест на этих соглашениях. Хотя, хотя это было, в общем, один из основных условий Байдена, заключение этого соглашения, прекращение войны в Газии, в таком случае, вот, Байден выглядел бы человеком, который остановил большой Ближневосточный конфликт. А сейчас это, как бы, единственное, что зависит от американцев, это усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке, рассчитывая, что это присутствие остановит этот конфликт, то есть, как бы, заставит Иран одуматься и не наносить удар в ответ по территории Израиля, со своей территории или используя для этого свои прокси. Игорь, вот я говорила с израильскими военными экспертами, и они считают, что Израилю невыгодна очень эта война, потому что, каким бы ни было системой ПВО, какой бы ни была система ПВО в Израиле, то при таком количестве, которое ракет может выпустить, там, Хазбала, Иран и так далее, эта система может быть уязвима, может не выдержать такое количество ракет, и тогда пострадает множество мирных жителей и так далее. Вот зачем мне это не охуято все? Ну, конечно, логично, лежит на поверхности и удержится у власти. Это понятно, потому что окончание войны в Газии объективно приведет к очень серьезным политическим, внутренним политическим последствиям в самом Израиле. Станет масса вопросов, заработает комиссия, начнутся грязня в кабинете его. Там далеко не все готовы воспринимать, точнее, они его воспринимают сейчас только, поскольку он как бы представляет лагерь Ястребов. А если он как бы откажется от этой роли, то, соответственно, возникает вопрос, зачем он там нужен. Это первое. Ну, есть масса вопросов, связанных, допустим, вот вы говорите, что невыгодно войну. Давайте разберемся. То есть невыгодна война, когда говорят военные. Военные, несомненно, в Израиле говорят о том, что война на два фронта – это крайне сложный процесс. Это затрудняет принятие решений, оперативных, тактических решений. Это создает перенапряжение в системе. Но это военные. И мы знаем, ну, по крайней мере, ходят слухи о том, что существует вот этот конфликт и с министром обороны, и с главой МОСАДа, и главой военной разведки, и, в общем, как бы главой генштаба, и, собственно, премьер-министром, именно по вот этим вопросам. Потому что они, как бы, в какой-то степени, тут я не буду настаивать, градаться этой степени, но в какой-то степени они говорят, и они настаивают на том, чтобы соглашение было подписано, и, соответственно, решение Агази было принято. В то время как Натаньягу, ну, вот такими проволочками, по сути, делать его невозможно. Если мы исходим из этого посыла, то есть из этой оценки, то да, конечно, военные не очень хотят этого конфликта. Но политики? Политики мыслят другими категориями. Они мыслят категориями политического выживания, они мыслят категориями альянсов, они рассчитывают на какие-то геополитические преимущества, новые возможности, которые открываются перед ними. Ну, например, там, закрываем навсегда вопрос Палестины. После нашей победы мы закрываем навсегда вопрос Палестины, потому что вот так. То есть мы ослабляем Иран до такой степени, что они не способны влиять на процессы, которые происходят в соседних странах, и все. Вопрос Палестины закрываем. Есть часть, скажем, у правых политических сил, особенно имеющих религиозную, такую подоплеку, которые в этом видят нечто большее, чем просто конфликта, видят это вообще как бы часть божественного предоснаменования, там, Армагеддон, войну добра со злом и все прочие вещи. То есть мессианские такие настроения, они тоже присутствуют, и тоже части вот этих мессианских настроений, характерных для израильского правительства. Ну, собственно, половина этого правительства такие вот фашизоиды. То есть вот приблизительно, почему, собственно, военные оценки могут расходиться с политическими оценками. Игорь, теперь, если позволите, я знаю, что вы не военный эксперт, но тут скорее даже вот, может быть, аналогически важно, да, общий такой взгляд. Ведь у Ирана нет общей границы с Израилем. И в этом смысле, как может выглядеть эта война? Тут, повторюсь, через вмешательство каких-то, там, не знаю, союзников, прокси и так далее. И вот вы сказали, что ослабить Иран, думают там, да, израильские политики. Сколько эта война потенциально может ослабить Иран? Я тут даже сейчас не говорю там о военных каких-то мощностях, потому что, повторюсь, я знаю, что вы не военный эксперт в этом смысле, но в любом случае очень интересно, как вы думаете, как это все может выглядеть, если вот говорят о большой войне. Ну, и вот же интересно, что министр иностранных дел предупредил, позвонил в Израиль и сказал, что Иран предупредил, что он готовится к нападению. Это очень интересно. Это как-то мне напомнило такое. Мы готовимся на вас напасть. Это интересно. Это как-то прямо, черт возьми, благородно выглядит. Я не знаю, что это такое вообще за история. Это информационная война. Давайте сначала об этом. Во всех этих Иран нападет сегодня-завтра в течение 24 часов. 48. Иран нападет тогда, когда он будет готов. для этого необходимо иметь средства ПВО. Для этого нужно заручиться поддержкой союзников. И не только своих прокси, а вот России, Китая и прочих. И вот тогда, то есть, они будут выбирать место и время. Ну, это в идеале. Идеале. Сейчас, собственно, вся история вокруг того, что Иран нападет, ударит в ответ сегодня-завтра, послезавтра, 9-го числа, или там, 12-го числа. Это все, как бы, игра за израильским сценарием. Потому что Израиль, он готов. Он в полной боевой готовности. И именно вот этот короткий период позволяет ему быть наиболее эффективным. И американцы, потому что это все деньги, это все большие деньги, это все большие ресурсы, которые стягиваются в регионы. Это не может быть бесконечно долго. Но проблема заключается в том, что Иран может ждать, а Израиля нет. Почему? Интересно. Ну, потому что, опять-таки, разница в ресурсах. Мобилизованная армия, подготовленная армия, ну, вот, мне говорят, да, Израиль может и год, и два воевать, и три. То есть, та история, которую мы видим сейчас в течение восьми месяцев войны в Газе, она уже показывает, это мы имеем дело, израильтяне, израильтяне имеют дело с сорокатысячной армией боевиков, которые не имеют противовоздушной обороны, которые не имеют, ну, вот, достаточного вооружения, как вот, скажем, Хизбалла. И, собственно, мы видим, насколько это сложно. И, там, до десяти тысяч раненых и убитых, это много для Израиля. Это много для Израиля. И вот, если предположить, коня, вот тут, теперь мы переходим к вопросу, где может вестись война. Война может вестись, конечно же, блевать. Потому что, Хизбалла, это с наибольшей, такой, иранский, наибольшее иранское приобретение. Это организация, которая лучше всего подготовлена к ведению войны. И Хизбалла играет очень важную политическую роль. Она обеспечивает, собственно, лояльность Ливана. И это тоже фактор, который важен для Ливана. Потому что потеря Ливана, потеря, может потом понести за собой потерю в Сирии и так дальше. То есть, иран будет откатываться. Они не могут этого допустить, поэтому они Хизбаллу будут защищать. И тут вопрос, вопрос, который тоже дискутируется достаточно активно в израильской прессе. А что же, собственно, Израиль хочет достичь войной в Ливане? Потому что единственная реальная линия соприкосновения с иранскими прокси, это Ливан. В Сирии, ну, тут, голландские высоты и дальше туда, то есть, это тоже нет. И Ордания нет, да, Хамас, понятно, в каком состоянии сейчас находится. Поэтому остается только Ливан. А можно тогда еще одно уточнение? Вот я готовилась к интервью с вами, да, и вот тут была же уже война в Ливане в 2006 году. Да, да. Вот интересный этот прецедент, да, вторая, вот интересный прецедент, эти тоже вспомнить, если можно. Да, в этом же контексте. Была война, была война. Но и тогда, собственно, было заключено соглашение, которое вот, на которое ссылается сейчас Израиль, и было решение Совета Безопасности ООН о том, что войска Физболы должны отойти севернее речки Литания и вот, собственно, там, зона безопасности и тому подобное. это соглашение работало. Работало какое-то время. До Натаньягу. Когда пришел Натаньягу, оно перестало работать, потому что, ну, я тут не собираюсь говорить, что во всем виноват Натаньягу и все прочие вещи, хотя, в общем, хочется. Это обстоятельства, которые, по сути, позволяют вот ощущение опасности и позволяют Натаньягу мобилизовывать часть своего электората и правых в Израиле, да, то есть, здесь мы много говорили о спарринг-партнере Ликуда, то есть, Натаньягу и Хамаса, о том, что, по сути, у них были приблизительно одни цели дискредитировать и уничтожить палестинскую автономию, то есть, не допустить вообще создания палестинского государства в смысле, вот в границах 67-го года, ну и, соответственно, там довести всем, доказать всем, что, собственно, нет партнера для переговоров, что о чем, собственно, все время говорил Натаньягу. Но по этому поводу, по поводу Второй Ливанской войны, есть несколько достаточно интересных исследований, и вот если оценить, то есть, получается так, что Израиль не достиг военных целей, не достиг, то есть, инфраструктура Хизбалы на юге Ливана не была уничтожена, наоборот, Израиль столкнулся с очень серьезным сопротивлением и вынужден был через месяц по-моему, войны остановиться, то есть, это и откатиться назад. Но в результате вот этих политических уже торгов было достигло соглашения, и действительно в течение там пяти лет север Израиля был более-менее относительно безопасности. По мере того, как тут тоже, в общем, конечно, надо понимать, что здесь большую роль играет и Иран. То есть, вот с того момента, когда Иран почувствовал окно возможностей после двенадцатого года, после начала, после арабской весны, начала революции и гражданской войны в Сирии, они увидели вот это окно возможностей и благодаря тем же самым корпусу стражей Славской революции, Эль-Кутс, экспедиционному, другим усилиям, деньгам, а после пятнадцатого года ресурсам, которые они получили в результате соглашения ядерной сделки, то они смогли в общем как бы укрепить свою ситуацию. И вот те же самые Хизбалла, которая на тот момент к определенной степени выполняла соглашение, она почувствовала себя более сильной и взяла под свой контроль эту территорию. то есть не всегда Натаньягу говорится виноват во всех этих историях. Но это вот как раз причина, почему Натаньягу видит собственно Иран как основного противника. Помимо того, что Иран может иметь ядерное оружие, Иран еще непосредственно усиливает прокси, усиливает свои прокси до такой степени, которая может оказать существенное влияние на жизнь, в общем, на обычную жизнь в Израиле. Мы сейчас видим в север Израиля практически там люди не живут, то есть люди эвакуированы, большая часть поселений эвакуирована, то есть по сути это неприемлемая ситуация ни для какого политика. То есть это как бы требует определенного решения. Но всегда есть дьявол кроется в детали. А здесь нужно понимать, что скорее всего процентов на 99 война на севере Израиля, на юге Ливана прекратится после подписания соглашения Хамаса. С Хамасом? Да. Потому что все это началось с началом войны в Газе. И это все прекрасно известно. Это же тоже не секрет полишинель. И исходя даже из простых таких речей, которые в принципе и для Ирана точно так же. Иран не хочет сейчас тратить там ресурсов не так, не огромное количество. То есть не ограниченные ресурсы. Там достаточно ограниченные ресурсы и экономика страны находится в не самом лучшем состоянии. И собственно такая полноценная война очень серьезно ударит. Я не говорю даже про удары, про разрушения и тому подобное. Я говорю просто о реальной экономической ситуации. Поэтому если Иран может достичь этих целей прекращения войны в Газе и таким образом взяв на себя эту победу, то соответственно он на это пойдет. Их они тоже не горят большим желанием начинать войну. Но сейчас и эта ситуация отличная от апреля, они признают, что они готовы к войне. То есть они говорят да, мы не хотим, но если война начнется, мы готовы. Это отличие. Поэтому да, вот такая вот я бы сказал сложная ситуация и проигрывает, ну как вроде как получается проигрывает все по большому счету. Но все думают, что они выиграют. Это самая опасная ситуация всегда. конечно. Игорь, вот совершенно неожиданно Эрдоган вдруг сказал там о каком-то даже чуть ли не вторжении в Израиль. Я была несколько удивлена. Неожиданно. Я целую неделю комментировал. Да, я уверена. Я уверена. по поводу его заявлений. Вот. Я считаю, что здесь, конечно, есть несколько моментов. Один момент очень правильно мои коллеги подметили, что, собственно, где это надо смотреть место и время. Где это было сказано? Это было сказано в встрече с активистами в своем родном городе. И, соответственно, Эрдоган мог просто немножко преувеличить свои возможности или выдать желаемое за действительное. Но проблема заключается в общем. В политике это часто бывает. То есть вы это сказали, затем там министры иностранных дел в Израиле, министры иностранных дел в Турции обменялись в Твиттере такими постами, где, в общем-то, осталось только послать друг друга подальше. А так все там и Кусейн, и Гитлер, и все, короче, там всех друг друга назвали. и это мы с вами обсуждаем, я до этого обсуждал, огромное количество комментаторов обсуждало эту тему. То есть это, в общем, превратило в социальный фактор. То есть что сказал, как сказал, что он думал в это время и так далее, это уже не имеет никакого значения, уже есть факт того, что Турция планирует что-то сделать, войти в Израиль и все прочее. Я считаю, конечно, что ну просто это нереально, это нереально, но сказанные слова вполне возможно необходимо каким-то образом подтверждать. Ну, самое минимальное, что делает сейчас Турция и делает достаточно эффективно, она блокирует любое сотрудничество Израиль-Слада. Любое. То есть фактически любое сотрудничество заблокировано полностью решением Турции. Ну и в этом контексте, конечно, интересно наблюдать, как израильтяне обращаются к НАТО, чтобы они изгнали, ну НАТО имеется ввиду, изгнали Турцию из своих лет. Ну да, это смешно, конечно. Особенно, если они будут обращаться к Испании, с которой они недавно били горшки по поводу того, что испанское правительство признало палестинское государство. И они там рассказывали, какая Испания плохая, как они угнетали евреев и так далее. То есть я думаю, Испания просто очень сильно поддержит позицию Израиля и эту просьбу. Ну, вот такая история. Я допускаю, что, конечно, какие-то демонстративные вещи Турция может сделать. Потому что еще на самом деле не вечер. Это же только начало всего этого спектакля. Вы назвали это спектаклем, Я назвал это спектаклем, потому что я бы назвал это, наверное, по-другому, но я подумал, что, наверное, это неуместно будет в этой передаче. Вот, Игорь, из всех этих заявлений, которые сейчас все делают по-разному, насколько Америка сейчас оказалась в таком очень уязвимом положении, и она будет стараться, что бы ни происходило, каким-то образом все-таки минимизировать все то, что может случиться на Ближнем Востоке, и насколько она способна сейчас это сделать, насколько вся эта игра, она уже живет какой-то своей жизнью, где слишком много столкнулась с интересами. Америка теперь не просто уже вынуждена диктовать, а как-то должна будет лавировать, учитывая, что Байден не идет на выборы, непонятно, кто выиграет следующие президентские выборы, учитывая, что Камала Харрис вряд ли мастер в Ближнем Востоке, и так далее, учитывая все эти обстоятельства. Я вижу, вы улыбаетесь просто. Нет, я абсолютно согласен, что, конечно, легко разруливать ситуацию, когда все стороны готовы к тому, чтобы разруливать ситуацию. То есть, любой посредник в конфликте будет эффективен, если стороны готовы идти на переговоры и настроены на то, чтобы конфликт не допустить или каким-то образом трансформировать и так далее. на хуже и посредник здесь, как говорится, может оказаться крайним, когда стороны настроены решительно и на конфликт. И тогда все усилия посредника воспринимаются как враждебные двумя сторонами. Я понимаю так, что, я не знаю, как реагируют иранцы, ну, в силу того, что прямых-то никаких доказательств нет того, что они готовы принять американское посредничество, и только американцы только с помощью мягкой военной силы пытаются как бы сдерживать Иран сейчас. А вот если мы говорим о Израиле, то американское посредничество воспринимается по очень простой формуле. Деньги давайте, оружие давайте, но вообще ваши советы нам не нужны. И вот что, собственно, объясняет тот же последний визит Натаньягу в Вашингтон, где он встречался и с Байденом, и с Харрис, и с Трампом. И всем он, наверное, говорил разные вещи. Ну, точнее, я понимаю, Байдену и Харрису он говорил приблизительно то же самое. А вот Трамп, очевидно, говорил другое. И интереса, опять-таки, Натаньягу подыграть Трампу. А почему бы нет? Трамп ярый противник Ирана. И, скорее всего, в случае его победы ситуация весы, чаши весов, они будут на израильской стороне. Значит, соответственно, нужно оказать поддержку Трампу. Как можно оказать поддержку Трампу, при этом, при всем, не создавая дополнительных напряжений? Хотя это напряжение уже создалось, потому что там Аксиос об этом пишет, о том, что был очень жесткий разговор, потом уже, когда Ханю убили между Байденом и Натаньягу по поводу того, что, собственно, если так переводить на это все на такой обыкновенный язык, то Натаньягу подставил Байдена, обещая ему соглашение по заложникам, а на поверку оказалась эскалация, причем очень серьезная эскалация. Для Байдена, конечно, и для демократов это совершенно не нужно. Ну, понятно, что в демократической партии достаточно большинство, если смотреть по опросам, поддерживает политическую независимость. to say solution, все как положено, два государства, которые живут в мире, но это объективная реальность. Это объективная реальность. Байден и Камала Харрис не могут не считаться, Камала Харрис не может не считаться с этим настроением. Часть демократических активистов, которые активно протестуют против политики Израиля в Соединенных Штатах Америки, в том числе и среди еврейских организаций, это уже достаточно много, они обуславливают свою поддержку Харрис именно прекращение войны в Газе. Поэтому это корни важно, совершенно важно для Байдена и Харрис. В то время, в то время же, когда мы говорим о Трампе, Трампе это не нужно. Трампу нужна война. Он на этом фоне, он будет критиковать администрацию Байдена за нерешительность, за неготовность, за... А при мне бы этого не было бы, он скажет, да? Он же всем говорит приблизительно одно и то же. Ну, в смысле, публично. Не было бы, если бы я был президентом, не было бы вторжения России в Украину, если бы я был президентом, Иран бы не смог ударить по Израилю и тому подобное. То есть, вот у него появляются козыри, которые, ну, серьезно влияют на избирательную кампанию. Такой расклад. Ну, и Россия. Очевидно, что Россия пытается тоже здесь играть. Вот очень интересный же момент, что в начале Россия оружие из Ирана, да, со всеми этими шахедами, ракетах и других. А теперь Россия Ирану. И вот заговорили, что там и о системах ПВО, и заговорили о многом другом оружии. Вот. И в этом смысле, насколько Россия здесь игрок, насколько Россия здесь будет активно выступать за войну или против войны, заинтересована ли она в дестабилизации Ближнего Востока, в какой степени. Вот, если можно, об этом. Потому что тут же мы тоже напрямую привязаны к этому. Да, мы напрямую привязаны и, к сожалению, плохие новости у нас. Почему? Ну, потому что соглашение, помните, мы говорили об этом соглашении, что ПЗШКИАН может оттянуть это соглашение, подождать выборов и, соответственно, плясать уже от результата, тогда уже говорить о каком-то большом военно-техническом соглашении, в котором, вполне возможно, может выйти пункты от взаимной помощи и защите, допустим, территориальной целостности. Иран в этом очень заинтересован. И тогда это приблизит Иран к нашей войне еще больше, чем он сейчас в Америке. А если даже у ПЗШКИАН были такие намерения, то сейчас скорее всего этих намерений нет. Потому что Иран готовится к войне, потому что Ирану нужны союзники, потому что Ирану нужно вооружение и, соответственно, они готовы будут пойти в том числе на невыгодное для Ирана соглашение. А Россия именно так и сделает. она воспользуется этим. Потом она будет торговать этим соглашением и этими же, так скажем, отношениями с тем же, что же и с самыми штатами. Вот это интересный момент. вы правы. Она будет торговать. Она будет, и как в свое время мы говорили по поводу Сирии, что вот давайте обменяем Украину на Сирию, мы там разрулим ситуацию. А это более сложный процесс. Это более сложная проблема. Потому что если начнется действительно война, чего явно американцы не хотят, то это, конечно, приведет к очень серьезным издержкам экономическим, политическим, каким угодно во всем мире. Но ведь Иран может проиграть в этой истории. И тогда позиция России какова? Иран может проиграть. Может. Тут главное может. А если нет? Хороший вопрос. Так давайте смотреть отобратно. Давайте использовать то, а если Иран не проиграет? Если не проиграет Иран, означает ли тогда, что проиграет Израиль? Вот есть такая прямая привязка? Или нет? И тут речь идет не о проигрыше, проигрыше в таком, а о геостратегических проигрышах. В чем вообще вся история to stay solution, мирных договоренностей и так далее. То есть позиции Израиля уход с оккупированных территорий это как бы проигрыш. Да, мы взяли эту территорию, она территория там нам дарована Богом и все прочее. Там целое огромное количество поселений интегрированы в наши жизни и все прочее. Мы готовы тратить ресурсы для того, чтобы придушивать сопротивление там палестинцев. Но понятно, что только при условии, что если нас поддерживают там на Западе и мы создаем образ таких вот диких варваров палестинских и понятно, что тогда возможно скорее всего нас поддержат. Но в какой-то момент это начинает не работать, потому что если в Израиле большая часть населения правого толка приблизительно мыслит в националистических жестких националистических терминах, то скажем в Европе там происходит антиколониальные или постколониальные студии, переоценка ценностей, вопросы связанные там с империализмом и так далее. В том числе и вопрос связанный с возникновением государства Израиль, арабо-израильским конфликтом, колонизация Палестины и так далее и тому подобное. То есть масса таких вещей. Но вот это не учитывается. Окей. Но для израильтян, для руководства, потому что руководство принимает решение, они все равно проигрывают тогда. Вот для того, чтобы они не проиграли, не ощущали себя проигравшей стороной. И затеян весь этот мирный процесс, когда стороны договариваются. Договариваются таким образом, когда собственно каждая сторона ощущает себя не проигравшей стороной. это крайне сложно, но это возможно. То есть с учетом того, что каждая сторона получит какие-то плюшки бенефиты в конечном итоге. Там палестинцы получат государство, получат ресурсы для развития, получат признание и так далее. Израиль получит безопасность, сотрудничество с Ближним Востоком, интеграцию и так далее. Это идеальная картина. Реальная картина, она конечно немножко другая, но все равно остается ключевой вопрос, это кто как рассматривает эту всю историю. Как поражение или как победу? То есть проиграл или выиграл? То есть по идее если история win-win, то означает, что Израиль в конечном итоге прекращает конфликт, Израиль устанавливает нормальные отношения со всеми арабскими странами, в конечном итоге они решат вопросы и с Ираном, потому что раздражитель исчезает, ключевой раздражитель исчезает. То есть палестинская проблема решена, палестинцы живут в мире с израильтянами, все, вопрос снят. И кризис уже как бы кризис в самом Иране, потому что они на это все затачивали огромное количество ресурсов. это если смотреть позитивно на проблему, а если негативно, как смотрит тот же самый Натаньяков, в Палестине на западном берегу приходит Хамас, они создают там еще один очаг сопротивления и собственно обстреливают наши территории, и это бесконечно, туда приходит Иран и так далее. Вот вам негативная картина. И это может происходить бесконечно, поэтому кто-то и условно говоря Иран, потому что он сейчас как бы претендует на звание страны, которая хочет достичь стратегического поражения Израилю, и Израиль, который хочет достичь стратегической победы, они сейчас вошли в этот клич, и как бы такое впечатление, что и та и та сторона считает, что вот настал тот долгожданный день, долгожданное время, когда можно реализовать свои стратегии. Ну, посмотрим. Вы, как человек, который долгие годы занимаетесь этим регионом, как вы считаете, как могут выглядеть события? Вот ваш прогноз, только ваш. Мне вот интересно только ваши идеи. Ну, допускаю, что Иран может выторговать что-то большее, чем просто война. Тем и штат. это если штаты вдруг захотят вести переговоры с Ираном. Но для этого нужна санкция. А санкций нет. На вот такой переговор. То есть, тогда, конечно, я допускаю, что в самый последний момент Натаньяго принимает решение подписать соглашение по закончанию войны. и все. Ну, не все, не все, не все. Но, собственно, это та история, которая переворачивает стол. Но мои допущения, они, в общем, скорее построены на таком благих намерений. Благих намерений. А объективно говоря, стороны движутся к войне. Объективно говоря. И, скорее всего, это будет война прокси, но с очень серьезным глубоким иранским тылом. В какой-то момент Иран может вмешаться непосредственно. Ну, в смысле, ракетными ударами. Но, исходя, опять-таки, из апрельских опыта, апрельского опыта, то я допускаю, что они учли этот опыт и они не будут применять вот такие масштабные удары, которые, честно говоря, не очень эффективны, особенно, когда к ним готовы и все, как говорится, войска в мире, которые находятся на Ближнем Востоке, бросятся на отражение этого ударов. То есть, они этого делать не будут. Они будут кошмарить прокси север, будут пытаться поразить какие-то стратегические объекты, военные объекты. И стратегический расчет, который вот сейчас считывается, может быть, он изменится, понимаете, на Ближнем Востоке все меняется с быстротой молнии. Это долгосрочный конфликт. То есть, соответственно, нужно экономить ресурсы. Игорь, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Очень вам благодарны. Спасибо. Игорь Семиволос был сегодня нашим гостем, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреона и Ютуб. Оставайтесь с нами. Спасибо.